Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ и посмотрите, кто появился в нашей эфирной студии, кроме Александра Хайрулина и Романа Шахова. Роман Шахов, который по-прежнему здесь. Друзья, мы наконец-то рады вам представить нашу гостю Карина Авицысян. Потрясающий, практикующий дизайнер, который уже очень-очень много лет занимается вот этой самой красотой. Карина, вопрос. Бабочки на стенах, это хорошо или плохо? Бабочки, это прекрасно. Это, знаете, как бабочки в животе. Это хорошо или плохо? Это прекрасно, конечно. Это радость. Это зарождение новой жизни. А бабочки не всегда прекрасны, и они живописны. И они очень всегда нас вдохновляют. На что они вдохновляют нас? Ну, на любовь, на радость, на красоту, на что-то такое. На лето. На то, чтобы коллекцию собрать. На лето, совершенно верно. И, безусловно, это радость. Почему? Потому что это яркие краски, правда? Да, да. И еще это уникально. Потому что каждая бабочка создана природой. Да, у нее уже не повторяются рисунки. Да, рисунок не повторяется. Они все уникальны. Так же, как и люди. И так же, как и интерьеры, в которых живут люди. Друзья, вот у Карины, между прочим, знаете, ее называют самым солнечным дизайнером в Москве и в мире. Кстати, вот в подтверждение тому мы видим вот этот потрясающий желтый наряд совершенно, еще и желтый карандаш в руках. Карина, почему солнечным дизайном вас называют? Неужели потому, что у вас такая жизнерадость несет в ваших интерьерах? Или есть что-то мрачное, готичное? Расскажите. Да, 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 все тайны. А сейчас мы будем впечатляться тайнами. Вы знаете, все очень просто на самом деле. Наверное, все это родом из детства. Вот я задам вам встречный вопрос. Если вам дадут желтый мелок и листочек бумаги, когда вы были маленькими, да, что вы нарисовываете? Конечно. Все очень просто. Все очень просто в жизни, ничего сложного нет. Мы все дети природы и, безусловно, если мы будем более, наверное, относиться с любовью к друг другу, к природе и наблюдать за природой и учиться у природы, то, я полагаю, даже несмотря на наш сегодняшний... На наше суровое лето, московское, нетрадиционное, да. Уникального лета, нам все равно. Нам как никогда хочется света и тепла. Потому что я считаю, что каждый человек, он, возможно, может быть, кто-то считает, что это должно быть так, кому-то нравится, кому-то не нравится. Значит, я считаю, что каждый человек должен иметь стержень внутри, который будет его согревать. Это что нужно человеку? Это тепло? Правда, все просто. Еще раз повторяю. Это радость, это тепло, это любовь и забота. Ну и, конечно, красивый интерьер и дизайн. Друзья, вот в образовательном центре Сити-класс, между прочим, Карина преподает уже какое-то время, и у вас будет возможность посетить замечательный мастер-класс 20 июля, да, по-моему, у вас случится он? А, надо посмотреть, я не помню. В 19 часов, Карина, да, не опаздывайте. Да, это потрясающий мастер-класс, на котором можно обучиться, чему, собственно, мы с вами узнаем. В ближайшее время мы должны прерваться совсем ненадолго, порекламировать кое-что, а потом вернемся и продолжим общаться. Не отходите от своих телевизоров, гаджетов, ну или радиоприемников. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Сегодня у нас Карина Аветисян. Сегодня мы узнаем что-то о дизайне интересное, эксклюзивное и узнаем, где это можно почерпнуть для себя. Да, мы сразу хотим напомнить, с Романом вам, что у вас есть возможность задать вопрос нашей гости, Карине, потрясающему, практикующему дизайнеру, если у вас есть какие-то вопросы по интерьеру. 8-909-928-1-89-9, вотсап и вайбер, и страничка наша ВКонтакте. Мы, конечно, сразу же с Романом, пользуясь случаем, что называется, хотели попросить Карину рассказать про наш дизайн и интерьер. Это не рук дело, Карина. Да, но нам очень интересно знать, Карина, скажите, пожалуйста, куда нам двигаться или можно остановиться на этом? Вообще я хочу сказать сначала о вас, о людях, которые наполняют эту жизнь, жизнь аудитории, жизнь, как вы сказали, называется? Студия, студия. Студия, совершенно верно. Радостью и теплом, дружелюбием и красотой, это первое. Спасибо. Потому что человек красит место, а не место красит человек, это первое. Второе, я вам хочу сказать, что студия оформлена очень профессионально. Во-первых, это динамика, во-вторых, это радуга. А что такое радуга? Аспектр, все цвета жизни. Совершенно верно. Это радость, правда? Конечно. Когда мы смотрим с вами на радугу, мы что делаем? Мы радуемся, правда? Мы хотим фотографировать, запечатлеть, положить себе сюда, чтобы потом доставать, да? И улыбаться. И как раз улыбаться. Улыбаться, это живет в нас, в наших воспоминаниях. Во что они окрашены, наши воспоминания, да? Они окрашены в данном случае в радугу. А оранжевый цвет, который все-таки... Оранжевый цвет, это цвет самый энергичный, самый динамичный, самый сильный из всего спектра. Почему? Потому что оранжевый цвет состоит из чего? Из красного. Из красного и желтого. А поэтому он самый какой? Энергичный. Да. А я сегодня в ожидании вашего визита красный надел, надо было оранжевый. Красный цвет, это, конечно, цвет, уступающий, кстати, по энергии оранжевому цвету. Хорошо. Но это цвет власти. О! Это цвет... Царь, чистый царь, ты посмотри. Это цвет зарождения жизни, безусловно, что самое важное, правда? То есть это говорит о том, что вы человек очень энергичный, это человек, который новатор, это человек, который любит движение. Это человек, который любит жизнь во всем ее проявлении. Любит любить... Прекрасно! Ну и несколько слов про голубой цвет. Давайте тоже скажем. Да, ну не стоит, он бредноват, но стоит насыщенный. Александр очень красивый и очень импонирует голубой цвет, безусловно. Своей кожей красиво сочетать, что тоже очень важно. Голубой цвет настраивает нас на что? Когда мы с вами на море приезжаем, да? Или на спокойствие какое-то. На спокойствие, правда? На умиротворение, на созерцание. Потому что на море, как правило, мы что делаем? Мы наблюдаем, созерцаем, правда? Конечно. Это цвет надежды, когда мы с вами просим удачу или... Обращаемся к судьбе зачем-то, да? Да, да, да. Или люди верующие, да, значит, они всегда куда смотрят? На небо, да? Или неверующие. Все люди смотрят на небо, неважно, независимо от религии, эмоциональности, цвета кожи и вероисповедания, о чем я уже сказала выше. Поэтому голубой цвет, безусловно, очень вам идет. Кареныш, спасибо большое. Вы очень много лет уже занимаетесь дизайном, интерьером. И к вам, конечно, обращается огромное количество людей с просьбой благоустроить свои жилища, свои дома. И я знаю, что вы подходите очень к этому вопросу серьезно. Да, очень серьезно. Возраст, знак зодиака, психотип человека, образ жизни, характер и так далее. Откуда вы знаете? У нас есть специальный отдел такой, который все о вас знает. И поэтому, конечно, вы советуете дать цвет, чего человеку не хватает в жизни, радости. Это там, наверное, такой специальный тоже цвет подбирается. А если история такова, пара, предположим, семейная, и они абсолютно разные. И один хочет красную спальню, а другой хочет нежно-голубую спальню. Карин, как вы в этом случае поступаете? Как вы знаете, этот компромисс? Значит, ну, во-первых, мы ни в чем себе не отказываем, ведь правда? Мы, когда, например, мы с вами встретились сейчас, да, и вы у меня в голубом, а вы у меня... Да, эклектика наша. Вы мои клиенты, да? Да, да, предположим. Значит, все на самом деле действительно снова просто, да? То есть что мы делаем? Мы мечтаем, правда? Вот вы же личность. Бог создает людей очень разными, и они все уникальны, да? И мы... Я против копирования слепого, чужих идей, интерьеров и так далее. Потому что я считаю, что человек — это уникальная личность. Потому что... Ну, потому что не доказано ученами, как появился этот цвет, правда? Поэтому имеет право на свои хотелки-желалки, правда? Точно. А вы имеете право на свои. Когда вы любите друг друга, когда вы живете в одном пространстве, вы уже встретились, да? И вы приняли решение, что вы будете по жизни идти вместе. Мы с вами создаем техническое задание, да? Или просто лист пожеланий, да? И в этом листе пожеланий записываем, что же мы хотим. Вы записываете свои пожелания. Супруг записывает свои пожелания. Далее мы изучаем объективную реальность. Объективная реальность — что это такое? Что такое объективная реальность? То, что нас окружает, то... То, что есть. То есть объективная реальность — это те квадратные метры. Это то пространство, которое у вас уже есть. Уже куплено, в котором вы живете или будете жить. Правильно? Да. Далее. Мы изучаем с вами юридические аспекты, которые нам позволят или не позволят реализовать вашу мечту. Ломать стену или нельзя. Для чего? Для чего это нам нужно? Для того, чтобы наши инвестиции работали и удваивались. Правильно? Мы с вами собрались для того, чтобы созидать, как дерево, оно должно расти, дизайн-проект в данном случае. Это правда. Правда? Мы на берегу должны изучить, как ваши пожелания и ваши мечты могут плодотворно расти на объективной реальность. Как они будут расти, мы узнаем чуть-чуть попозже. Каренечка, мы должны приваться. Оставайтесь в компании «Страна-ФМ». Друзья, если вам кажется, что сегодня телевизор показывают чуть ярче, не удивляйтесь. Карина Витисян сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна-ФМ». Самый солнечный дизайнер. Сегодня говорим об интерьере. И вот некоторое время назад затронули тему, как же помочь паре, семейной, которая обратится к дизайнеру, например, для улучшения своего интерьера или обновления. Как помочь прийти к компромиссу, к общему какому-то видению? Кратко. Да. Молодые люди уже решили быть вместе. Да. Совершенно верно. Молодые люди уникальны. Молодые люди имеют желания и мечты, с которыми мы должны считаться. Эту пару объединяет объективная реальность. Это те квадратные метры, на которых они будут жить или уже живут, которые они хотят улучшить, переоформить или создать новое пространство для жизни. Как же им поступить? Что же делать? Что же делать? Расскажите, научите нас. Ну, понятно. Мы уже написали в две колоночки, да, что хочет один, что хочет другая. Совершенно верно. Все это сопоставили? Совершенно верно. Далее мы с вами изучаем объективную реальность, да? Значит, далее мы с вами, что влияет на выбор, например, в данном консистенции мы говорили прямо про цвет. Да, да, да. Влияет объективная реальность. Значит, что это такое? Это размеры помещения влияют? Конечно. Влияют. Геометрия помещения влияет? Влияет. То есть дальше вы по палочкам рассказываете. Это не получится потому что, это нужно потому что. Далее. Значит, состояние здоровья влияет? Еще как. Как влияет? Если мы с вами, например, у нас красный цвет фигурирует, да, в пожеланиях, и голубой. Значит, какой мы цвет с вами выберем? Что еще влияет? Белый еще нужно добавить. Белый добавить нужно. Ну, это патриотично будет, да, действительно. Значит, это прекрасно. Мы добавим обязательно белый, потому что белый сочетается абсолютно со всем, со всеми цветами. Но я бы хотела вернуться и сказать о следующем. Для меня очень важно, когда мы встречаемся с заказчиками, да, и на своих мастер-классах, я говорю, ребята, что важно? Что, что, что важно в интерьере? С чего мы начинаем? Мне говорят, Карина, я хочу, это ванна, вот сегодня мне звонила, вчера звонила подруга из Питера, квартиру купила. Говорит, Каринка, я хочу, ты знаешь, в ванну, там, где будет коридор, вот как ты думаешь? Прекрасно, оригинально. А зачем коридор? Я говорю, дорогая моя, дорогая моя, ты мне, я говорю, скажи мне, пожалуйста, значит, все твои пожелания, они будут учтены, безусловно. Скажи, пожалуйста, что важно, что важно, значит, это рациональный подход или эмоциональный подход? Что важно? Все важно, правда? То есть мы должны с вами, мы должны с вами учитывать и состояние здоровья, потому что... В общем, это очень серьезный процесс, важнецкий, невероятно. Потому что вы должны жить, вы будете жить дальше, вы забудете, какой диван вы купили, сколько он стоит, вы будете жить с эмоцией. И эта эмоция, помните, как, знаете, как вот всегда говорят, ты знаешь, хорошее вино, да, значит, сейчас вы в винный бар, и все это очень модно или не модно, я не знаю, ну, в общем, люди ходят, да, и потом делятся впечатлениями, ты знаешь, такой послевкусие и так далее. Я совершенно не разбираюсь в вине, вот, но я разбираюсь в интерьере, в дизайне, я разбираюсь, я очень люблю свои работы, для меня важно, чтобы человек жил с чем? С послевкусием хорошим. Совершенно верно, чтобы он был что? Чтобы он дальше созидал, чтобы он становился, наполнялся, счастье, может быть, знаете, это сейчас сигнал «Счастье». Чтобы он чувствовал себя как дома. Чтобы ему было, понимаете, как, чтобы он был активным, чтобы он был счастливым. Счастливым, радостным, ему хотелось возвращаться домой. Совершенно верно, да, чтобы у него все получалось в этой жизни, наверное, так. Чтобы пространство стало его пространством. Совершенно верно, чтобы он был энергичным, счастливым и жизнерадостным. И вы в этом поможете. Поможете. И, между прочим, вот 20 июля в образовательном центре «Сити Класс» Карина раскроет большое количество секретов, каких-то таких специальных тонких моментов. Убережет от ошибок. Да. И еще, конечно, мы пообщаемся здесь в студии. Пока продолжим музыкальную часть нашего эфира. Бьянку выпускаем с удовольствием в эфир. А что? А что? А что? Дорогие друзья, продолжаем общаться. Карина Аветисян в гостях у «Страны ФМ». Мы сегодня говорим о дизайне, о цвете и об интерьерах. Дизайнер интерьера, да, друзья. Ну что интересно, первое образование у Карины юридическое. И вот потом, после работы уже, да, юристами, я так понимаю, в этой сфере... После окончания университета. Да. И вдруг почему идея такая украшать пространство человеческих жизней, квартир? Откуда появилась любовь к интерьеру у вас? И идея отправиться в Лондон, поехать учиться в Университет искусств. Знаете, я вам хочу сказать, что на Эруфяк я тоже вступила, потому что я хотела... Осознанно пошла, да. Потому что я хотела, да, защищать. Я в школу защищала там всех. А вот в школе... Ну, правда, я на первом курсе юридического университета ходила в красных колготах. Понятно. Красных столбочках. И плела себе искусственные косы. В общем, была... Вели себя креативно. Вела себя креативно. На что мне указали? Вот на втором курсе я вела себя очень скромно. Так. В черненьком, да, все было? Да, 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 да. Вот, да, мне пришлось измениться, ломать себя. Да, оказывается, я могу это сделать. Вот. А потом, как-то, вы знаете, жизнь меня привела. То есть все эти вот красные колготы. Они вышли из туннеля. Вот. И я закончила, да, университет, юрфак. Потом меня жизнь привела в семье. Как обычно это бывает. Это просто жизнь. Ничего такого, знаете, уникального нет. Все очень просто. Вот. И мне это очень понравилось. Я поняла, что я хочу знать глубже и больше, и так далее, и так далее. Я пошла учиться. А потом, как человек разумный, я начала работать. Я хотела работать у лучших, учиться у лучших после международной школы дизайна. Потом, значит, я для себя приняла решение, что все-таки у меня комплексы. И я их признаю, да. После юрфака, то есть я не заканчивала в Мархе. Вот. Но я очень хотела проектировать. То есть для меня важно это архитектура интерьера, это дизайн, декорирование. Тогда я, более того, я заканчиваю подбором постельного белья и запахами сейчас, да. Под ключ, то есть все. У меня абсолютно под ключ, да. И для меня было важно, безусловно, посмотреть, что делают вообще в мире, да. Потому что в силу того, что я Северного полюса, и я много чего видела. Из Якутии вы, да? Я Северного полюса, да. Вот. И мне хотелось посмотреть и, безусловно, приобрести навыки, уверенность. Я это сделала, я очень довольна. Я получила мир, знание мира, если можно так сказать, безусловно, это нужно постоянно совершенствоваться. Я видела, что люди уникальны. И каждый человек, он свою уникальность приносит в интерьер. Скажите, что вас удивило, например, где вы были в каких-то странах, и что прям шокировало, может быть, по-хорошему или не очень? Вы знаете, меня... В интерьерах, например, да? Меня, например, шокировало, если вернуться к моему обучению, девочка из Японии, она делала... У нее не было ни одного острого угла в интерьере. Абсолютно. Ой, какая прелесть. Да. Это значит, не будет синяков. Что же за мебель-то была? Да, вот она проектировала совершенно без острых углов, у нее не было. А девочка из Бразилии, у нее везде были пальмы, сейчас, кстати, очень угодные пальмы. Вот. И, ну, много, так сказать, и так далее. И так далее. И для меня важный ключевой момент понимания, что я иду правильной дорогой, что мои интерьеры, они авторские, и они имеют право жить. И если у меня есть заказчик, которому нравится продукт, который я создаю, конечно, я очень счастлива. Карина, если говорить о вот тенденциях самых модных в этом году, мы уже услышали от вас, что радуга в моде, пальмы. То есть, кстати, пальмы у нас на логотипе тоже есть, на летнем оформлении. А что еще? Тренды. А вы знаете, тренды? Ну, вы знаете, вообще, я не модный дизайнер. Да что вы! Нет. Вы вне времени. Я не буду такой скопарной, там, вне времени или нет, но... Ну, есть же те люди, которые прям гоняются за модой и придут к вам и скажут, что у нас должно быть у первых появиться, вот то, что в моде. Вы знаете, у меня достаточно, у меня есть любимый заказчик, с которым я всегда первый. Вот. Вот, пожалуйста. И, в принципе... У него уже пальмы и радуги? Ему не нужны пальмы, у него радуга точно есть. Ну... Вот. Поэтому, если говорить, если вам действительно интересно, что в тренде... В тренде это розовый цвет, в тренде это, значит, салатовый цвет, в тренде это снова пальмы, в тренде это геометрия. Ну, в принципе, для меня, ну, я ничего нового не вижу. Все уже когда-то было. В общем, Карим Рашид еще рулит, да? Ну, вот, звезда, это мега, безусловно. Я все-таки, знаете, за что? Я считаю, что я снова вернусь к истокам. Чек каждый уникальный. Я не гонюсь за модой. Я считаю, что моя... Надо исходить от пожеланий того, кто... Я исхожу от уникальности вот человека. Может, это очень высоко сказано и так далее, но мне это близко, и я иначе не мыслюсь. Карина, вот у вас будет мастер-класс в образовательном центре City Class 20 июля, куда все пожелавшие могут отправиться. Три часа он будет длиться. Что за эти три часа человек может узнать об интерьере? И сможет ли он принять решение правильное? За три часа человек для себя поймет четкую структуру работы по оформлению собственного дома. Для чего нужна четкая структура работы? Когда мы с вами... Это бизнес-план, это бизнес-проект. Если мы с вами берем, например, галтерию или юриспруденцию, у нас всегда есть четкое понимание, четкая последовательность действий, система. Человек за три часа, человек, хороший человек, который придет ко мне, плохие не приходят, наполнится системой знаний. Это важно, что система... А тогда я, да. Что он должен сделать, с чего он должен начинать? Это будет четкая структура. Для чего это нужно? Для того, чтобы слушатель не тратил время на покупку спонтанных предметов, ненужных вещей. Совершенно верно. Короче, вы сэкономите деньги минимум. Я сэкономлю деньги и время, и нервы, и покажу, как можно работать системно, структурно, что дизайн интерьера – это такой же бизнес-проект, что человек должен и обязан только после того, как у него будет полный четкий проект с полным пониманием бюджета, только после этого мой слушатель или мой заказчик идет и финансирует свою будущую жизнь. Карина, скажите, пожалуйста, какие ошибки бывают, от чего вы можете уберечь? Вот сейчас люди думают, вот, ну, хорошо, дизайнер, да, но, может быть, мы сами справимся. Что не надо делать точно, скажите? Не нужно делать спонтанные, значит, незапланированные, еще раз повторю, покупки, да. Нужно начинать с изучения юридических аспектов, которые позволяют или не позволяют работать. Можно в помещении перепланировать. Совершенно верно. Да, техническая документация. То есть, когда вы приходите, перед тем, как вы придете к архитектору или дизайнеру, вы должны куда пойти с... В управляющую компанию. Короче, собрать все абсолютно бумаги, а потом уже отправляться. Совершенно верно, да, да. Ну, я еще хотела вас спросить, Карина, вот такую вещь. А скажите, пожалуйста, а можно ли людям, вот, творческим, которые, может быть, рисуют, украшают свой дом собственными руками, это в тренде остается или нет? В тренде остается личность человека. Вот. Прекрасно. Если человек наполняет радостью, созиданием и желанием жить... Ну, в своем пространстве. В своем пространстве. Принимает гостей, а может быть, не принимает гостей, для себя все остальное. Жить затворником, да. Да. Все, что делает вас счастливыми, энергичными, активными, все, мне кажется, хорошо. Да, в конце концов, действительно, чтобы нас глаз радовал. И если, друзья, не хочется и нет возможности тратиться на какие-то безумные шедевры произведения искусства, да, правда, мировые, можно создать самим. Я бы хотела вот что еще сказать. На протяжении, мне кажется, уже сколько уже, 15-17 лет, вот я, когда начинала свою деятельность, мне говорили, ну, дизайнеры создают одинаковые интерьеры, там, и так далее. С этим вкором я была не согласна. И сейчас я нашла это подтверждение своему опытом. Я хочу сказать, что все люди, которые ко мне приходят, они, знаете, чем похожи? Они похожи тем, что они взахлебно начинают рассказывать, Карина, мы хотим вот это сделать, хотим вот это сделать. И мы хотим, чтобы... То есть что их объединяет? Их объединяет желание улучшить свои жилищные условия. Правда? Конечно. Да, интерьер. Да, Карина, у нас безумное желание продолжить с вами общаться, но, к сожалению, время нашего эфира заканчивается. Спасибо вам огромное. У нас сегодня в гостях был дизайнер интерьера, Карина Аветисяна. Друзья, желающие, можете отправляться в образовательный центр Сити-Класс на мастер-классы Карины. Ну, ищите в просторах интернета, конечно, также есть много еще информации по поводу Карины. Спасибо еще большое. Спасибо большое. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...